В залах художественного музея открылась выставка к 125-летию народного художника Чувашии Моисея Спиридонова. В состав экспозиции вошли живопись, графика, предметы декоративно-прикладного искусства. На выставке побывали и наши корреспонденты. В мир чувашской культуры живописец вошел как зачинатель национального изобразительного искусства. Представленные на выставке тематические картины, портреты, пейзажи со всей полнотой характеризуют многогранное творчество Моисея Спиридонова. Они свидетельствуют о высоком профессионализме художника, а в них нашли отражение образу людей и природы родной Чувашии. Поскольку они были первооткрыватели, и на их произведениях мы учимся сейчас традициям и любви к реалистическому искусству. Моисея Спиридонович – уроженец Янтиковского района, учился в Казанском художественном училище, а в 1918 году закончил Академию художеств в Петербурге. С его именем связаны и развитие профессионального изобразительного искусства республики. Особую ценность на выставке представляет его картина «Ударная бригада бетонщиков на строительстве». Художник жил среди строителей непосредственно, общался с ними, делал очень множество зарисовок, рисунков дополнительных к этой картине. А по завершению большого полотна он устроил в клубе строителей вагоноремонтного завода большую выставку. Органичной частью выставки стали также портреты самого художника, созданные Кипарисовым, Лобановым, Арсоновой, дающие представление о восприятии образа мастера и его современниками. Коллеги-друзья Моисея Спиридонова отмечают, что он был добрейшей души человек. Хотя не являлся членом Компартии, с его мнением всегда считалось правительство. Этим художник и пользовался во благо развития искусства Чувашия. Время рождало гениев. Одним из таких гениев был Моисей Спиридон. Спиридонов – человек возрожденческого типа. Это человек, который прославил нашу Чувашскую нацию, так сказать, в мировом масштабе. Познакомиться с выставкой можно будет до 3 сентября. Мария Леончик, Александр Петров, Республика. Мария Леончик, Александр Петров, Республика.